всем привет я донесу мы продолжаем проходить внешние миры теперь у нас есть компания вот эта прекрасная девушка парвати и в ее компании мы изучаем этот город всегда прекрасное небо получить какие-нибудь задания новые ты уже поел на две банки кетунца типа не голодает тут и горе тут столько грибов они не едят голодают кантина выбор космонавтов все под этой корпорации блин ненавижу эти корпорации вы же не очень много пьете а что есть проблемы что-то нужно интересно то есть она что-то говорит и постепенно новые диалоги добавляются это очень круто не то что знаете вот сразу все вывали на и о всем поговорить не постепенно она что-то видит в городе и из-за этого комментарий дает а потом на этот комментарий мы цепляемся и говорим с ней это офигенно проницательность сейчас говоришь о своем отце еще ни разу не упоминала мать такие же ни разу ее не встречала как такое возможно она была в другом отделе семьи просто космос работала вдали несколько месяцев настраивала заводские компьютеры ее контракте было сказано что все ее дети в том числе запланированные принадлежали компании еще с вынашивания поэтому когда я родилась меня отправили сюда 6 какая то есть этой корпорации даже дети принадлежат были не знаю своего главного врага это корпорация я должен ее разрушить здесь в рамках этой игры это возможно блин проницательности недостаточно и так прокачивал это все все равно достаточно обидно это бесчеловечно это было разумно отец просто чинил машины она занималась безумными вычислениями была гением вряд ли ей хватило бы на меня время а поговорим позже хочу посмотреть характеристики кодекс теперь есть вау прикольно проницательность хорошие а могла быть офигеть надо было еще прокачивать ну уже куда силу уменьшить ловкость эти параметры скорее всего уже нельзя прокачать пойдем бухнем привет о новые лица надолго ты к нам добро пожаловать со всей семьи просто космоса я рад приветствовать тебя вообще где я на веселье чего не я у инслоу лестер уинслоу в личном деле так и написано их из дебилов а почему это не работе они состоянии работать пока травмы не позволяют ты получил травму а рукавица застряла в роторе все запястье в мясо руку ты мне коннорд зашил она все равно болит зараза вас уже очень и дружил теперь покупая игровое пиво с предипроцентной скидкой после второй бутылочки боль остается только душевная жесть какая слушайте вебок хирургу как он это есть хирург ну почти он парикмахер даже хирургена на волосах всего доброго бедолага так как он там зашил уже трубила руку или как просто заживала и ее восстановили кить обращением я много дел грязные ну тут все рабочие грязные так бармен я тебя не знаю симпатично она какие-то тени под глазами кстати курсор не виден да не захватывается сейчас курсором показано лицо короче под глазами синяки уставшая бедолага или заплаканная а может нас соврать какой смысл и тебе хорошего дня в этом городе все-таки приветливые не нужны неприятности не знаю что тебе здесь нужно он ты находишься в питейном заведении просто космоса всем порядочные трудолюбивые люди а блин то типа сарказм от меня был я хотел ладно а вот тут проницательности достаточно или привлекательность можно использовать прекрасное заведение про так думаешь спасибо большое я стараюсь следить за чистотой пола ты просто не представляешь как трудно оттереть плитку за и так с тобой извини не хотела тебя обидеть просто последнее время все так гадко если хочешь могу тебя налить но попрошу потребить все только на территории нашего заведения видишь ли нельзя чтобы наши напитки ушли дезертиром ты понимаешь рид что ты говорил про мародеров все они просто предатели видите ли им надоело работать так что они отправились на волю жить свободной жизнью мы и так план с трудом выполняли а тут еще эти слабоумные решили бросить работу ленивые бесполезные пиявки ладно хватит уже про них чем могу помочь просто захотелось поговорить слушаю ты случайно ничего не знаешь о надежде одежде не помню такого коктейля если хочешь я могу секретный ром завершать не пардон секреты закончились значит ты никогда не встречал никого с надежды не помню что вроде была такая легенда про загадочный корабль колонистов стоит ли и говорить про это подумает еще что я сумасшедшую а чё это не просто легенда я с надежды а ты в порядке может посидишь тихонько уголке пока ноги не запутались ладно неважно хотела попробуем надежда существует внутри нее сотни тысяч других колонистов потише хочешь чтобы на всю столовую донесли одежда это просто легенда ясно и уже лет 70 коллеги не любят когда кто-то начинает распространять ложные сплетни такой болтать на кричишь беду хочу в это вязываться ощущение что ты чего-то боишься знаешь что давай заткни что упасть может залить и пьем так это тема закрыта ланта налей меня все минутку про надежду тут не хотят говорить ты смотри-ка окей так никто не видит пошуруем славно такие дырки на было им сделать чтоб напарнику не пофиг было на то что ворую такого по моему еще в играх не было был бы новый шаг типа я так понимаю тут комнату снять можно я тут и так спать могу ладно пойдем какой балкончик классный крутяк так боеприпасы бесконечно набираются интересно ладно пойдем дальше разыскивается берти коттон коттон это хлопок разыскивается берт берти хлопок распоряжение о казни выданному отделом выхода на пенсию разыскивается берти коттон бывший векари эджуатерского прихода отринувший алкионскую ветвь ордена научного метода местонахождение неизвестно опасен разыскивается за уничтожение собственной компании убийство добропорядочных сотрудников бунт несанкционированное применение медикаментов градощедрая доложите констеблю рейс нифига я не думаю что он плохой человек тут все такие гильям антрим издан за несанкционированное использование адренатайма с ума сойти док мэйбл бежал из эджуатер с двумя порциями адренатайма что за адренатайм ход с места работы ну короче такое ничего плохого не сделали прям вообще такого что там за так так это констебль типа шериф место я сюда никогда не заходила боялась не бойся добро пожаловать констебулярию просто космоса мой ведущий бренд сфере алкионского правосудия констебулярия сейчас проводит акцию приобретайте три уголовного дела четвертое получаете подарок нормально вместе с к вопросов пока что вопрос не выходит за допустимые рамки любопытства вам что не говорит имя финис уэллис портрет украшать много объявления розыске у вас есть какая-то информация в этом человеке лучше не про нее ничего не говорить поэтому и спрашиваю похоже за его голову назначена награда и это за любую информацию текущим местохождение финиса уэллс назначена щедрая награда и ван неважно так использовать можно бро пожаловать констебли рейс награды за головы актуальные награды запрос гиом антрим ну это то что мы читали снаружи выданные загрузка нет ничего камеру можно открывать и поспать можно до стерва ли ты пришел сюда поспал круто звуки прикольная анимация круто я все время плохое настроение знаете ничем помочь не могу место обслуживания здесь творится волшебство да знаю что это наука все происходит именно тут слушай тоже нет нужно то конечно берите а это ее место терминал да точно добро пожаловать по эхолкам зарегистрировано три заявки настроение неисправности и выберите один из вариантов так приоритет сначала сбой работы автоклава запустить производство хлопки понятно короче рутинная работа можно возьму нормально да окей ты а холодильничек газе чай там был газе модификации так на это же я уже открывал чем не опять про это говорят модификация на винтовку нету у меня есть ударный молот нифига себе там урон какой 3 уровня кстати у меня есть легкий пистолет 3 уровня крутой понятна всегда уже установлена модификация можно поставить вот сюда но я таким ближним оружием не пользуюсь так ладно пока ничего не будем делать можно разобрать что-нибудь а у меня этого оружия нет это у нее наверное это оружие наверное это у нее это оружие порвать и раздел напарк да это у нее еще гаси ну пускай будет круто это ее домик прикольно скрыть бедные порвать и бута и и если вы головные могу открыть кинь консервы я сам разберусь типа местная игра какая-то ладно пойдем на дело хватит тухнуть городе про заняться чем-то серьезным так пойдем сначала доложим этом уже вечер что ли быстро так время идет офигеть а сначала сдадим задание пойдем и ты робот рядом он расстроится что мы не убили это робот он рассчитывал что уничтожил отдых недолюбливает людвиг миллер заряза миллер это мельник если грузовые корабли пребывали каждое воскресенье а теперь только раз в месяц такой приятный ветерок здесь и вид виси нам славу солдат я позаботился разведчики и забил разведчика же его же лапами вырвал у нее из башки оптовоконные кабели хотя нет не рассказы мне хватит моего выражения должен признать ты неплохой солдат а ты один врагов легион тебе нужен уравнитель оружие которое пронзит их холодные механические сердца давай 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 буфет уборная за одним из унитазов там я прятала все эти годы ты спрятал свое секретное оружие в туалете неплохо придумано лет последнее место куда нужно механика машине эту машину прятал только люди не нашли я скажу если найду его и тени с этим солдат не хочу чтобы бармен шашу рвала там своей шваброй пойдем возьмем нормально я со временем тут пока не могу сориентироваться сколько сейчас ладно чей-то домик о бесплатно брать можно а не хватает элементов пойдем в этот туалет кстати прокачать скорость можно это упросить жизнь скорость бега что прокачал кстати способности быстрый или мертвый скорость перезарядки вот скорость бега 20 процентов это важно сверточек вот так и где это оружие вот тазбольный блокиратор просто космос так почему-то он тут маленький такой был а в руках большой 113 урон ну для меня оружие ближнего боя такой ну порвать и может быть подойдет но по моему нее лучше модификатор если наложить ладно пойдем заперто ладно пойдем на основное задание тогда а вернитесь к людвику окей так подзарабатываем опыта ты смотри какое замедление ну-ка пусть она молодец хорошая девочка а опыта когда она убивает наверно мне меньше стоит даже умение было который повышает опыт от того как напарник убивает принеси нам славу солдат я нашел сверток которым ты говорил полюбуйся солдат настоящая пореждающая единица просто космоса сконструирована для нанесения смертельного урона электрическим разрядом я называю ее дланью закона если когда не захочешь полюбоваться на машину которая бьется как рыба на берегу угости ее парой тысяч вольт и передай привет от старины людвига похоже это весело весело это тебе не квартальный отчет солдат у нас возложена важная священная миссия настало время тебе проникнуть черное сердце вражеского лагеря я про старую гетермальную электростанцию к сожалению коллеги не распространила мои полномочия на старую электростанцию тебе нужно будет получить код доступа у босса рейда топсона что по-твоему я там найду мне нужно чтобы достал нам мозг машины то есть не совсем мозг с точки зрения анатомии нам нужен ее логический модуль что ты задумал никому не говори ладно у меня есть тут доверенное лицо а настоящий профи устройстве автоматонов мы вырым секрет этих железяк из их микросхем о проницательность джо это жуткая глухома нет тебе никакого доверенного лица ну извините я имел ввиду что найду доверенное лицо не думал что ты будешь цепляться грамматике как мне достать этот модуль загвозка в том когда машина ломается логический модуль выходит из строя так что выдрать его из трупа не получится тебе надо как-то ухитриться найти исправный модуль правать у тебя не найдется логического модуля не думаю я работаю с передаточными механизмами поршнями ну ты понял с тем что можно пощупать компьютеры механические мозги не мое ты знал что она дает имена машинам которые ремонтируют бэс клэнси и так далее осторожней с ней возможно она им сочувствует звучит довольно просто если умрешь мучительной смерти я вылью в памяти тебе банку пива до вылью я не читался ладно что ж пойдем вперед светлое будущее они это было еще раннее утро вот теперь у нас день настал посветлела так теперь она поговорить с викарием побежали я слушаю вас вы не из наших мест потрясающе викари максимилиан десота к вашим услугам или викари макс если угодно покороче мисс холком тоже тут непривычно вас видеть на людях тому же с не знакомцем занятно я просто за компанией викари десота не обращайте на меня внимание нередко вы даете возможность поговорить с новыми людьми что вас интересует спрашиваете о чем угодно духовное наставление прогноз на тосбол как быстрее выбраться из города как ты догадался что я не местный подзираться я не буду но ваш наряд для наших мест не так чтобы неприметный к тому же у вас нет отличительной черты рабочего взгляд как у покойников а изредка в глазах настоящее безумие как у зверька в ловушке почти все такие кроме мисс холком она почему-то не горит желанием со мной общаться правда просто не надо сводить весь мир к одним цифрам уж извините презрительно но он не презрительно отзывается прихожанах он просто свои наблюдения как бы мне сказал ну скажем так мне немного странно что так презрительно отзываешься своих прихожанах я всего лишь жалуюсь на уровень духовной осознанности горожан разменять эту ситуацию не входят твои задачи на на кто меня услышит в этом таскливом болоте моих нынешних усилий мало я должен искать новые способы просветить свою паству это хорошие работящие люди минуточку ты только что назвал свой город тоскливым болотом да благодарю что подметили это нельзя не предаваться отчаянию город мог бы стать совсем другим я продолжу работать в этом направлении какие духовные советы ты даешь людям кто недоволен своей работой недоволен всем разве не так и вот еще работа укрепляет дух по-настоящему стоят лишь лентяй то есть его это по не заставляет это все продвигать корпорация серьезно и ты это местным толкаешь я ничего не толкаю все бесплатно стоит лишь попросить что вам не по вкусу эти испытанные временем мудрые слова кроме банальности о том что нужно любить работу сказать нечего ты по сторонам то давно смотрел а вы этим людям нужна соломинка за которой можно хватиться разгогольствование метафизики и всеобщем плане им кажется полной ерундой а то и хуже прошу прощения горжанам сложно в этом разобраться мне трудно сделать их жизнь более осмысленной они прекрасные люди просто до них тяжело достучаться порвать и тела посоветоваться с тобой просьбе рида что я думала вы с ним поговорите хотели поговорить со мной мисс холкоп всякий раз когда я пытаюсь сам начать разговор вы опускаете взгляд отвечаете односложно и потом вовсе убегаете сколько же серьезным должен быть вопрос чтобы она ко мне обратилась а чё вас попросил мистер топсон оборвать подачи энергии дезертиром аделаиды решить их защиты от мародеров и диких животных понимаю вашу дилемму мисс холком мягкое сердце причем самого рождения если верить разговорам и шаловливые ручки сухом знаем что скажешь о группе аделаиды викарий аделаида и ее последователи отбросили нормы нашего общественного порядка и теперь живут за стенами которые так предусмотрительно построили наши покровителя разум кажется что это разумный выбор интеллект зависит от того как хорошо лидер сможет обеспечивать своих людей за пределами стен стендовидно здесь они в лагере дезертиров так что эту переменную я не могу учитывать что-то нам посоветуешь если вы хотите спасти их можно больше людей тогда у нас собрать всех вместе переключите подачи на edgewater и убедите дезертиров вернуться в родимый город ну да логично только как то тут состояние улучшить возможно неплохо было бы эту аделаиду поставить у руля города я думаю что она получше будет мистера холком бы а это вообще возможно нет если ставить все как есть позволить себе один непрошенный совет будь осторожнее по пути на геотермальную электростанцию дорога опаснее чем может показаться на первый взгляд это почему я перевелся сюда в том числе ради того чтобы по долгу службы искать запрещенные юридические тексты по счастливой случайности мне стало известно что такая книга в этот самый момент портит репутацию кое-какого коллекционера в эмералд вейл стоит отметить что резиденция этого библиофил находится за пределами городских стен но он обижала тьма мордеров и мне помешали если вам повезет больше готов раскошелиться на кругленькую сумму на что викаре сдался запрещенный эритический текст я просто не хочу чтобы он упал в руки обывателей публике эта информация не пойдет на пользу что-то может задумал ну ладно хорошо бы сначала узнать побольше об этой книге это дневник выцветшая синяя обложка в нижнем углу а другие написано эмбакону я помню еще место на вашей карте если конечно вы серьезно беретесь за дело это не только прекрасный памятник давно ушедшего века это рассуждение одного из первых философов о природе человека его мести в космосе мало кто в колонии доведись им прочитать эту книгу смог бы оценить ее по достоинству я поищу твою книгу спасибо если найдете и приносите сюда я буду ждать окей интересный викарий такой прикольный мужик прикольный вполне себе конечно мы мало его еще знаем но мне уже больше понравился чем тот руководитель фабрики даже его лучшего поставить во главе те религиозных людей опасно ставить какая бы это ни была религия работа укрепляет дух особо миссии тут не накидали как я думал ладно что ж пойдем здание напарника справочник картинках город не такой большой мастерская магазин буфет и фабрикой все да ладно пойдем так куда идти посмотрим сейчас а сюда быстрое путешествие доступно к некоторым точкам но не ко всем это хорошо а остальные задания сюда же немножко дальше значит начал пойдем к справочнику жира небось тут лава блин так здесь мы были звуки такие где наша подруга модель космического корабля это зачем интересно врагов что-то нет особо так это у нас кто мародер задира так порвать и садись к этому здесь и особо не высовывайся готов славно как мы их четенько да и без напарника нормально когда парень к убивать мне опыта меньше дают вроде как ну ты еще 350 опыта круто так псина тут была электрическая ячейка видимо электрическое оружие есть где это псида ладно набор техника что-то еще эффектит наверно опечатано а это взрыв опасным не хватает но прикольный дизайн прикольный радует терминал сообщение климент элдридж от дебартал уважаемый клиент должен сказать что я не согласен с вашими взглядами на место правления земли в колонии хотя испытывая глубокое уважение коллеги и ценю новые возможности которые открылись с ее учреждением по моему мнению алкеон другие колонии расположены на границе нашей галактики непременно падут или начнут воевать между собой если правление земли снимет в себя ответственность по организации торговли и разрешению споров неужели вы верите что корпорации согласились бы на обязательное присутствие министр земли если вы могли выбирать джефферсон ничего особо интересно про правление земли в основном отношение с колониями ручной пулемет там был ну-ка сейчас посмотрим так вот эта штука так на этом серия заканчивается они сначала посмотрим посмотрим эту штуку ручной пулемет вау 320 урон в секунду офигеть патроны небось уничтожает моментально легкими стреляет кстати а стоит немного 16 автомат 38 например так ладно этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи 7 34 35 46 48 48